МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На календаре 18 февраля в студии 1-го коронистского новостей с вами работает Саят Балмакаев. В начале выпуска коротко о главном. Аварии на металлургическом комбинате Артеллор Митал Тимиртау не позволили городу-металлургов достичь плановых показателей. В Акимате обсудили итоги социально-экономического развития Каравинистской области. Датчик угарного газа может спасти жизнь. В ходе профилактического мероприятия установлены бесплатные датчики в домах пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Укрепление светских основ государства для борьбы с идеологией экстремизма. В исправительном учреждении АК-159-2 обсудили религиозную ситуацию в Казахстане. Аварии на металлургическом комбинате Артеллор Митал Тимиртау не позволили городу-металлургов достичь плановых показателей. В областном Акимате обсудили итоги социально-экономического развития Карагандинской области. Карагандинская область является индустриально-промышленным регионом. Поэтому показатель развития промышленности – основной индикатор развития. В прошлом году опережающие темпы роста продемонстрировала горнодобывающая промышленность. Ее показатель – более 9%. А вот объем продукции обрабатывающей промышленности снизился. В Управлении экономики это связывается с снижением объема выпуска продукции черной металлургии. Отрицательная динамика в обрабатывающей промышленности связана со снижением производства продукции черной металлургии на 13,4% в связи с аварией на нашем системообразующем предприятии АО «Арцеллор Митал Тимиртау». Несмотря на уменьшение объемов производства стали, мы сохранили в промышленности положительную динамику за счет прироста выпуска в других подотраслях промышленности. В первую очередь от цветной металлургии, в горнодобывающей промышленности, в фармацевтике, машиностроении и ряде других отраслей. Положительную динамику объемов производства промышленной продукции показали 12 регионов Карагандинской области. Отрицательная динамика сложилась в шести регионах, среди которых города Жасказган, Тимиртау, Сатпаев, Каражал. Глава области Ирлан Кушанов отметил, что показатель развития промышленности является наиболее важным для Карагандинской области. И потому распорядился сделать подробный анализ ситуации в проблемных районах. Сатпаев на последнем месте, Бхаржрау. Надо глубокий анализ сделать, и мои заместители управления, связанные с чем не достижение этих индикаторов. И на отдельном совещании мы рассмотрим, и надо будет принять меры. Если Винаида Акима неправильно организовал работу по отдельным сферам, с Акимом, надо разобраться. Я, например, по Тимиртау, по промышленности упали, потому что 50 дней Арселор Миттл стоял. Поэтому и по промышленности мы 100,2%, мы за 100% еле-еле вылезли. Это понятно, да, это как бы объективно или причина, это не вина Акима. Поэтому такой анализ мне представьте. В прошлом году Карагандинская область удалось привлечь около 470 миллиардов тенге инвестиций. Это наибольший показатель за последние 25 лет. Объем инвестиций вырос благодаря реализации крупных проектов. В нынешнем году власти поставили перед собой еще более амбициозную задачу – привлечь в регион не менее 520 миллиардов тенге инвестиций. 22 февраля во Дворце культуры Горняков состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. На очередной ежегодной отчетной встрече глава региона подведет итоги прошлого года, ответит на вопросы горожан, а также расскажет о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию области. С начала февраля работают специальные ящики, в которых можно оставить свои замечания и пожелания. Они расположены на железнодорожном вокзале и на рынках города. Кроме этого, работает телефонная горячая линия – 42 11 90. В обращениях необходимо указывать свои полные данные, адрес и контактные телефоны. Отчетная встреча будет транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте Акимата Карагандинской области. Она состоится 22 февраля во Дворце культуры Горняков в 15 часов. Датчик угарного газа может спасти жизнь. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям провели очередное профилактическое мероприятие. В ходе мероприятия были установлены бесплатные датчики в домах пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Нажимаем. Все, датчик установлен. Такой писк будет издавать датчик, если объем угарного газа в помещении достигнет предельных значений. Карагандинские спасатели провели очередной день пожарной безопасности. В этот раз особое внимание уделено владельцам частных домов, использующих печное отопление. Датчиками для определения угарного газа обеспечивают пенсионеров, инвалидов, многодетные и малообеспеченные семьи. Всего волонтеры общества «Красный полумесяц» приобрели 20 приборов. Эти семьи выбраны не просто так, это семьи социально узвимые. Это управление социальной защитой и занятости нам давали списки. То есть люди, которые имеют многодетные семьи. Сколько человек? На сегодняшний момент 20 датчиков мы установим. Сегодня 20, пока 20. Но самое главное, есть еще вещи, именно информация, очень важная информация. Кроме того, в Нуринском районе приобретено 20 датчиков при поддержке Национальной палаты предпринимателей. Их также установили в частных жилых домах многодетных семей и одиноких пенсионеров. Государственный пожарный контроль не распространяется на жилой сектор. Поэтому наша работа в основном имеет профилактический характер с разъяснением тех или иных требований пожарной безопасности для жителей жилого сектора. Эта работа у нас ведется с начала отопительного сезона 2018 года. Ну и будет продолжаться. Наиболее социально уязвимым слоям населения у нас уделяется особое внимание. Спасатели призывают граждан соблюдать необходимые требования пожарной безопасности. Однако не все карагандинцы прислушиваются к рекомендациям. Многие попросту отказываются разговаривать. Ну, конечно, к сожалению, есть и дома, которые не открывают нам двери, которые как бы посмотрят с окна и несерьезно относятся. Хотелось бы попросить наших горожан, граждан быть немного, ну, как бы, побдительнее, выходить к нам, чтобы мы могли их ознакомить, проинструктировать. Потому что, ну, кто кроме нас это сделает, как бы, совместно с УЧС. Согласно статистике, большинство смертей на пожарах происходит не от огня. Жертвы попросту задыхаются. Если токсичные газы в помещении превышают норму, датчик автоматически поднимает тревогу. С начала отопительного сезона в Карагандинской области от отравления угарным газом погибло пять человек, из них двое детей. Карагандинские спасатели призывают всех владельцев частных домов устанавливать датчики. Андрей Тена и Денжакан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С января в карагандинских школах начали преподавать новый предмет по формированию антикоррупционного мышления. Проект «Санал-Урпах» успешно реализуется в Карагандинской области. Наш регион посетил руководитель республиканского проектного офиса Хаиржан Токушев. Цель визита – оказать методическую помощь по противодействию коррупции в системе образования. Управление образования Карагандинской области разработало программу курса «Адал-Урпах» по формированию антикоррупционного мышления для учащихся организаций образования. Уже с января эта программа внедрена в образовательный процесс. Она разработана для учащихся пятых-одиннадцатых классов. Методическая помощь в организации работы по противодействию коррупции. Такова главная цель визита руководителя республиканского проектного офиса «Санал-Урпак» в Карагандинскую область. Здесь на базе университета имени Букетова с 2008 года действует школа государственной службы. Для студентов последних курсов это как профориентационная работа, чтобы привлечь будущих специалистов на государственную службу. Эта школа уже имеет свои традиции, устоявшиеся. Опыт данной школы был перенесен в Ахтюбинскую область. И теперь, сегодня, с прошлого года во всех областных центрах крупных высших учебных заведений открыты такие школы. Кроме того, столичные гости посетили средние учебные заведения Караганды и Тимиртау, где стали участниками слета школьных клубов «Адал-Урпак». По итогам посещения проектных офисов была проведена встреча с проректорами вузов и директорами колледжей Караганды, в ходе которой даны конкретные предложения по реализации первого раунда рекомендации основных направлений проекта «Санал-Урпак». Итогом встречи явилось официальное подписание каждым директорам школы персональной ответственности по недопущению коррупционных проявлений. Мирамгуль Салкимбаева, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Укрепление светских основ государства для борьбы с идеологией экстремизма. Молодежный ресурсный центр Караганды провел встречу с личным составом исправительной колонии, на которой обсудили современную религиозную ситуацию в Казахстане. Последние годы отмечены в Казахстане своего рода религиозным ренессансом. Наряду с усилением позиций существующих религиозных конфессий наблюдается появление новых. Происходящее в мире геополитические изменения приводят к тому, что в сфере национальной безопасности появляется новый спектр вызовов и рисков. Это обуславливает актуальность системного подхода к предупреждению угроз религиозного радикализма. Об этом специалисты Карагандинского молодежного центра и отдела внутренней политики рассказывали личному составу исправительной колонии АК-159-1. Через семинар-тренинги люди тем самым понимают, как себя предостеречь от деструктивно-религиозных течений. Тем самым через вот эти вот игры, через тренинги, через семинары люди уже сами понимают, как себя уберечь, предостеречь. И тем самым это все видно на практике. И все же, несмотря на все попытки укоренения радикальных религиозных течений в современном Казахстане, традиционно высокими остаются религиозная и этническая толерантность. Значит, данное мероприятие, оно необходимо, потому что в целях профилактики религиозного экстремизма, так как сейчас особое внимание уделяется таким моментам. Думаю, теперь будут чаще приезжать и проводить такие лекции среди сотрудников. На встрече рассмотрены вопросы развития и укрепления светских основ государства, как прочной и многоплановой основой для борьбы с идеологией экстремизма и радикализма, в том числе и в сфере религии. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Около 600 молодых карагандинцев собрались выведать секреты успешных предпринимателей. В областном центре состоялась первая молодежная бизнес-конференция «Караганды Стартап-2019». Способствовать росту бизнес-активности в молодежной среде, пожалуй, это главная цель, которую преследовали организаторы первой молодежной бизнес-конференции. Приглашенные спикеры, а это успешные предприниматели России и Казахстана, поделились секретами успеха, а также дали практические советы по ведению бизнеса. Мы за то, чтобы прививать дух предпринимателей, заражать вирусом предпринимателей, чтобы человек задумывался о том, чтобы открыть свое дело и в этом себя реализовал. То есть мы считаем, что молодежь от 17 до 25 лет – это самый золотой возраст на то, чтобы пока ты не обременен семьей, детьми, ты можешь пробовать себя в бизнесе. И мы хотим, чтобы люди пробовали себя в бизнесе. Одна из участниц – Жанетта Коржаубекова. Она работает стилистом в одном из салонов красоты Караганды. На конференцию она прибыла с главной целью – получить мотивацию для дальнейшей работы. Жанетт пока не занимается собственным бизнесом, но уже вынашивает идею. Для саморазвития я считаю, что это вообще колоссальный опыт, сколько спикеров в Караганде такого явно еще не было. Ехать куда-то, допустим, в Асцену в Алмату, ну как бы это все равно долго, но и по времени бывает, что не всегда успеваешь. То, что спикеры приехали к нам сюда, в Караганду, в наш маленький город, это уже, я считаю, очень круто. Заниматься бизнесом – это прибыльно и интересно, заявляют гости. К тому же в Казахстане на уровне государства существует много преференций для молодых предпринимателей. О мерах государственной поддержки рассказал заместитель Акима Карагандинской области Асхат Аймагамбетов. И вот сегодня мы видим, что все заинтересованные люди собрались в этом здании. И самое главное – дать на самом деле мотивацию. Потому что вы на самом деле много чего в ПТД не получите, каких-то больших зданий, 4 часа, 5 часов. Но самое главное – как бы что-то по полочкам разложить, дать какую-то мотивацию, уже задача наша, чтобы были инструменты. Это и гранты, это и кредиты, это дальнейшее обучение и так далее. Участие в конференции платное, но в этом есть смысл, заявляют организаторы. По их мнению, знания, полученные за деньги, ценятся больше, чем бесплатные. Это была первая молодежная бизнес-конференция, но далеко не последнее. Мероприятия по привлечению карагандинской молодежи к занятию бизнесом будут продолжаться, заявляют организаторы. Андрей Тен, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Городской литературный конкурс «100 книг» провели в Карагандинской гимназии номер 39. Участники декламировали отрывки из произведений, показывали театральные постановки, а также рисовали иллюстрации. По словам учителей, главная цель конкурса – увлечь детей чтением литературы. Десятиклассник Асаналит Укенов вместе со своими одноклассниками представил на конкурс электронную книгу сайт по трилогии Ильяса Исенберлина. Да, мне очень понравилось, я получил огромный опыт, можно сказать, как построение сайтов, так и построение, как вести себя. И ораторскую искусству, как-то еще уровень получил от ораторского искусства. Главная цель литературного конкурса «100 книг» – привить детям любовь к литературе. Школьники разных возрастов принимали участие в разных конкурсах. Ребята помладше рассказывали наизусть отрывки из своих любимых произведений. Старшие школьники организовывали театральные постановки. Мы увидели, как зажглись огоньки в глазах ребят. Мы почувствовали эту атмосферу, когда в процессе конкурса рождается именно любовь к чтению, любовь к литературе. Поэтому нужно почаще устраивать такие конкурсы. Кроме того, этот конкурс направлен на поддержку трехязычного обучения, изучение истории и культуры через чтение литературы на казахском, русском и английском языках. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть полезная информация, звоните в нашу студию. Пусть ваши новости всегда будут интересными. Субтитры создавал DimaTorzok